I have ways of blowing things up. В общем-то, сегодня должна была быть другая игра, и она уже даже установлена, и она тоже ждет своего часа, но сегодня Steam не выдал релиз вот этой игрушки. Я на нее посмотрел, и почему-то мне очень захотелось поиграть в нее прямо сейчас, поэтому начнем. Из-за этого у нас немножечко переносится релиз, и, возможно, сегодня, тех, кто смотрит серию, она выйдет с опозданием, и вы посмотрите не сегодня, а завтра. Короче, ладно, вы понимаете, о чем я. Если что, это не проблема. Вообще-то, скорее, посмотряшка, но я практически уверен, что это перерастет в прохождение, поэтому давайте, поехали. И так уже много слов. Да, новая игра. Игра мне сказала, что лучше бы я играл с геймпадом, но давайте, как обычно, я первую серию попробую поиграть по-человечески, если будет прямо очень трудно. Ну, знаете, знаете, на самом деле, это, ну, она с видом сбоку, и мне не нравится, что все переделают под геймпады, однако здесь, возможно, это будет уместно. Давайте посмотрим. Лана, это, видимо, мы. Окей, никакого страшного подтекста здесь не будет, Лана, это мы. Они говорят на каком-то языке непонятном нам, но, по крайней мере, нам дают понять их имена. Как присел. Вот это. Ага, это батя. Посмотрим. Також, кому текавую, игра вышла украинскую. Может, повороты в связи задавал мне. Мы пока что продолжаем прохождение именно таким образом, хотя мне почему-то мне это напомнило, что у нас давненько не было игр на родном языке, поэтому... Я теперь об этом стал задумываться. Я рефлективно нажал на shift, но мне кажется, что это так не работает! По крайней мере, shift мне тут никак не подсказали. Вообще, за такие вот полеты им должно прилетать по ушам регулярно. Потому что ей сейчас ничего не мешало разбиться тут нафиг. Хе-хе-хе. Это всё, это с пробелом всё происходит. Хорошо. Мы на какой-то рынок перешли. На самом деле, выглядит очень сочно, очень приятно. Ну, прям хорошо. Прям хорошо. Мы пока просто бежим за сестрой, братом, не знаю, кто уж он. Если бы мне не сказали, что это Лана, я бы тоже думал, что это пацаны. Стелс. Нас обучают стелсу. Если нас обучают стелсу, это... Я бы не сказал, что я очень этому рад. Хе-хе-хе-хе. Но, надеюсь, пронесёт его будет не так много. На самом деле, вот эта фишка со стелсом, мне она немножечко напомнила Little Nightmares. Кто играл, кто помнит, пожалуйста. Игрушки у нас на канале нету. Ачивочка. Сникки Сестерс. Да, вторая это тоже сеструха, оказывается. Ну, хорошо. Мы играем за две сестры. В наше время это вполне актуально. Я мог там перепрыгнуть, играть за сильных и независимых. Но пока что, допустим, это никак по-плохому не проявилось. Поэтому я не буду как-то строго к этому относиться. Давайте посмотрим. Я очень надеюсь, что это всё останется просто историей, не будут ставиться какие-то акценты. Скажем так, почему я на этом заострил внимание. Мы с вами явно находимся в неком мире, который находится на начальных путях развития. И в таком мире обычно доминирующая роль принадлежала именно как раз мужчине как более сильному. Вот здесь же нам явно предстоит преодолевать какие-то трудности именно за женского персонажа. Хотя, опять же говорю, пока что у меня, наверное, никаких... Оттолкнуть надо будет. Никаких предусадительностей в эту сторону нету. А как? Мышкой? Вы серьёзно? Кто это делает? Вот кто тот человек, который так поступает? Ну, дайте мне стрелочки и WSD. Зачем вы на управлении мышью и клавиатурой ставите мышь, блин, в платформере? Ладно, на самом деле, тут я вижу, почему рекомендовался контроллер. И, возможно, кстати, следующая серия из него и будет. Ну, пока что, я же говорю, знакомство происходит именно таким образом. Это можно классифицировать как платформер. И поэтому я же говорю, что платформеры, файтинги, они, как бы, хорошо подходят для контроллеров. И я тут не буду возражать. Я так понимаю, что это их родители. Они сироты. Две сестры сироты. Это объясняет, почему они какие-то такие более хулиганистые. Почему они скачут по крышам и не боятся, что им прилетит от родителей, потому что у них нет родителей. Это прикольная тема, мне нравится. Я же говорю, мир пока что ощущается очень прикольным. Именно таким, как я его посмотрел. Я даже трейлер толком не смотрел. Посмотрел пару кадров в стиме. Как это выглядит. И мне очень понравилось, как выглядит этот мир. Он не настолько же ха... Что это за метеорит там сверху летит? Гляньте, справа сверху. Черт, их несколько! Что, блин?! Хотел сказать, что все это мне немножечко напоминает Ori in the Blind Forest. Ну, или второй Ori. Но, на самом деле, немножечко не дотягивает. То есть, не настолько кайфовая атмосфера. С другой стороны, все равно по-своему хорошо. А вот то, что сейчас происходит, это... Это не метеориты, погодите, ребят. Это какая-то, я бы сказал, высадка! Оу-оу-оу! Это реально высадка! Какие-то инопланетные существа. Опа! Опа! Ну, как бы, понятно. Вкратце нам сказали, что у тебя нет строя, у тебя тоже не будет. А, поехали. Ну, я так понимаю, что это будет наша основная задача, спасти сестру. В эту сторону нам уже явно делать нечего. Я умереть могу? Могу. Могу. Игра меня не ограничивает. Я это сделал специально, потому что первая она, смотрите, она, типа, как будто спотыкается. Ладно, я сейчас второй раз это делать не буду. Но если настаивать и продолжать... Жаль, шифта нету, блин. Я надеюсь, мне эту ачивочку дадут шифтить, потому что очень медленно набегает. Я уверен, что, как в платформере... Есть, смотрите, основные две вещи платформера. Прыжок с разбегом и двойной прыжок. Я практически верю, что и то, и другое у нас тут будет. А теперь я, кстати, думаю о том, что вот тот кабан, которого мы видели в загоне на базаре, он сейчас будет... Игра! 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 Стелс траве. Мне не нравится, что мне все это одной рукой приходится делать. Сейчас, ребят, погодите секунду. Это, кстати, очень печально. Перебиндить кнопочки здесь нельзя. Они тебе, типа, зафиксированы или на клавиатуру, или на геймпад, что еще больше склонен к тому, что... Следующий серия будет на геймпаде, потому что на клавиатуре просто банально неудобно играть. Не потому что клавиатура неудобная, а потому что, спасибо разработчикам, они такие... Да, кто в это будет играть на клавиатуре? И просто забили на нее. Сделали на отшибись, и типа, ладно, профи. Вынудим людей перейти на геймпад. Но, опять же, я тут не буду сильно спорить, потому что это платформер, и это логично, чтобы люди тут играть на геймпаде. Так что... Вон, сверху все люди в деревне. А, ну все, их увезли. Можно уже не торопиться. А че резко темно стало? Мы... Мы на закате бежали, или... Рыбу они, кстати, не тронули. А вот Иля. Куда мы? И зачем мы? Мы туда. Хорошо. А насчет того, что они похищают людей... Надо будет подумать, почему они похищают именно людей. Им важны они как какие-то биоресурсы, или... Ну, то есть они же, по идее, должны похищать от каких-то животных, или что-то такое. Но у них все... Причем у них есть специализированные вот эти вот штуки по отлову живности. Не надо тебе свалять отсюда. Ну, ладно. Ну, пока что выглядит очень интересно. А, мне вверх, я понял. Давай. Просто реально WSD могли бы переквалифицировать подстрелочки. Тогда бы ты двумя руками играл бы, и было бы прямо удобно. Пока что приходится одной рукой бежать, прыгать, действовать и всякое такое. Что, блин? Что, блин? Я понял. А. Вот видите, так, только не попасться. Сейчас эта штука свалит, я пойду. Она же меня тоже может засечь? Да. Вот видите вот так. Вот видите наверно, что скажем. Смотрите. Пусть будет данный хирург и не末 articulada. Смотрите. Смотрите. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Ого. Ах! Посмотрите. У вас. Ах! Ого. Я. Похож XY Ах! Наск! Ах! Немножко удивительно, что они, так, забрали только, ну, забрали всех из деревни, осталась только она, сядь, потому что, ну, неужели никого в это время не было на охоте, там, на собирательстве, какого-нибудь отшельника, еще чего-либо. Вот, кстати, прикольно выглядят вот эти животные, так, ну, не животные, чьи-то что-то глаза есть, правильно? Вот, на секундочку почувствовался принцем персии, с подобными прыжками. Кто, кто играл, кто помнит, причем ту-ту самую на Нинтендо, восьмибитную, в принципе, эти огромные шаги, потайные плиты, мечи, музыка, ну, ладно. Ну, все, они тут всех уже словили, в деревне, блин, какая луна красивая, мы в безопасности, по идее, луна офигенно красивая, ну, да, реально ночь настала, то есть, мы просто так долго шастали за деревней, что настала ночь. Ложись спать, ты ее сегодня уже не догонишь, вон, смотри, какие места красивые, все, ложись спать, потом. Внизу сохранение, автосейв, меня игра предупредила, что будет автосейв, чтобы я не пытался лишний раз рыпаться. Дики, ну-ну-ну, чувак, только после автосейва. Устал, хорошо, ложись, давай. Или сегодня уже не будет, ты же это понимаешь. Почему-то это все, знаете, напоминает, ну, насчет озвучки, я не знаю, как это все будет, но это все напоминает грунт, а ты такой, I'm грунт, 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 или, или, ладно. Планета Ланы, хорошо, земля Ланы, планета Ланы. Тут скорее подчеркивается, что это планета, на которой она живет, а вот те ребята, они приехали, прибыли с другой планеты. А не то, чтобы вся планета принадлежит ей, вряд ли она какая-то скрытая принцесса, но, в принципе, все это выглядит пока что обалденно. Хочу и с чем, поехали. Вот это фигнюшка маленькая внизу бегает, я не знаю, вы же ее видите, скорее всего, еще загрузку, вы тоже видите. Я так понимаю, что это будет наш пэт. Путешествие начинается, ачивочка приехала. Игра, пожалуйста, будь, будь хороший прям до конца, я хочу насладиться, серьезно. Я за последнее время настолько устал от плохих и некачественных игр, мне хочется насладиться игрой, прям, чтобы играть и получать удовольствие. Пока что это получается. Или? Или. Она прям здесь, вон там, вон за деревом прячется. Ее выронили через... Ладно. Знаете что, мне бы, например, хотелось бы, чтобы это была какая-нибудь красивая, романтическая история, как... Ну, чтобы это, типа, его девушку похитили, и он идет ее спасать. Ну, опять же, мне кажется, это было бы здесь более уместно. Хотя я понимаю мотивацию, мотивация вполне оправдана. Когда у тебя забирают последнего родного человека. Слушайте, это вот эти зверюшки. Помните, была такая игрушка Badlands? На мобилках и всякое такое. Там нужно было за такую черную тварьку летать. Мне кажется, это они, это оттуда. Какие-то черные комки такие прикольные. Опа, получилось. Опа, получилось. Интересно, давайте испытаем. Сколько она может вот так висеть? То есть, вроде не устает. Можно вот так вот ее повесить. То там, допустим, если стелс какой-то, или враги, или еще что-то такое. Можно ее вот так вот повесить, пойти заварить чаечек. В принципе, нормально. Поехали. И то, что она сама без кнопочки не поднимается, тоже хорошо. Ну, наверное, я потом об этом пожалею, но пока что это нормально. Неплохо сделано, что есть вот такие маленькие сниматические моменты. О, 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 о. Ты меня не видишь. Ты меня не видишь, блин. Узнать бы, какой у них радиус обзора. Но раз до сих пор показываю, значит, это все. До свидания. Нет, ну, знаете, вот такой остался он ненапряжный. Он, в принципе, оправдан. Я же говорил, что кабан по деревне будет бегать. Но кабан оказался не по деревне, а оказался в лесу. Что, в принципе, совсем логично. А куда делся кабан в деревне? Его тоже унесли? Меня интересует судьба кабана. Не будьте безразличны к кабанам. Так я сейчас и ведусь, сюда уже не вернусь. Там надо будет прыгнуть. Знамя такое проходили. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. У, какой-то аванпост. Вот тут ящик надо будет стянуть. А этот ящик надо будет подвинуть. Да, мне нужно два ящика, чтобы допрыгнуть. Да, сюда же повернуть, пожалуйста. Спасибо. А, да! Я тебя понял. Тебя не убил, а там, случайно? А так ты не дать, ага. Ага, тут прям такие вот загадки будут. А-а-а-а-а-а-а. Хорошо. Давайте думать. Обратно едь. Значит, мне сначала это сюда надо. В принципе, логично. Я так дотягиваюсь, мы берем второй ящик. Так. Туда я не могу его столкнуть. Ну могу сюда! Главное, чтобы меня не прибило этим самым ящиком. А зачем я сюда лезу? Мне сначала тот надо убрать. А, да? Ага, я понял. Погоди, игра, а зачем мне все это? Чтобы поставить их один на другой? Ты про это сейчас? Ага, я понял. В этом была моя ошибка. Серьезно? Погоди. А, тогда бы я... Нет, два бы я сразу не протащил. Тогда мне нужно понять... Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Хватит ли моего веса, чтобы опрокинуть этот ящик? Да, ну поверни же сюда, пожалуйста, сразу. Моего веса не хватает. Хотя некая инерция все-таки присутствует. Супер. Супер. Тогда что? Тогда как? Если моего веса не хватает... Мне нужно поставить один ящик на другой. Каким образом я могу его поднять, если моего веса не хватает? А, внучка, если прыгнуть с разбега? Если мы видели, что есть некая инерция... Нет. Этой инерции тоже не хватает. Тогда... Блин, это же не должна быть какая-то тяжелая загадка. Тащи, пожалуйста. А, все, я в принципе, наверное... Осознал, чего играть меня хочет. Сейчас. Нужно не ставить ящики друг на друга. Нужно... А что мне это дает? Я же так все равно не дотягиваюсь. Зато этот пролазит. Ну, серьезно. Мне просто интересно, чтобы достать туда, мне нужно явно два уровня. Как я могу построить ящики один на другой или поднять вот эту штуку одну на другую? Если моего веса не хватает для того, чтобы... Окинуть ящик я тоже никак не могу, соответственно. Что за... Погоди. Там сверху были доски. В эту сторону я бы ящик никак бы не вытащил. Да и толкать два сразу у меня тоже не получилось бы. Ну, я так предполагаю. Они бы или развалились, или у меня не хватило бы сил. Или как раз в этом и была фишка. Погодите. Чтоб толкать два сразу. А зачем тогда вот эти вот весы здесь кривые? Если это не так делается. Ну, типа один на другой я толкать могу. Ну, так а толку мне с этого? Прям серьезно. Погоди. Есть ли разница, насколько сильно она стоит на весах? Давайте будем тестить механику здешнюю. Да не так, а вот толкай его прям. Насколько сильно мы можем его поднять? Даже немножко не можем. Нет, немножечко можем. Но оно его не поднимает, оно из-под него высвобождается. То есть это так не работает. И вниз оно уже с ним не едет. То есть оно чуть-чуть приподнимает, освобождается. Если сильнее поставлю. Тогда никак. Есть определенный критический вес, от которого оно вообще никак не едет. Так. На самом деле, я не знаю. Я сейчас поставил на паузу, подумал еще пару минут, и я пришел к выводу, что мы здесь никаким образом не сделаем так, чтобы одна коробка попадет на другую. Давайте тогда пробовать. Погоди. Если мы поставим здесь, мы, получается, зафиксируем один из балкончиков. Если мы на него прыгнем, я хочу посмотреть дальность прыжка. Ага. Мы допрыгиваем. А что если... мы в обратную сторону сделаем точно так же. То есть эту фигню мы опустим. Эту фигню мы поставим здесь. Почему ты разворачиваешься в ту сторону всегда? Ладно. Вот сюда. Да. Это решается именно так. То есть изначально это выглядело как... Как будто мне нужно с помощью вот этих штук две коробки поставить одну на другую. Но оказывается, решалось гораздо проще. Но опять же, я пока что не знаю механик игры. И да, приходится немножечко потупить. Я, наверное, вырезать этот момент не буду. Стоп, не помню. Ну, некоторые... Вот то, что я же говорю, что я поставил на паузу немножко сам побегал, это уже не попадет на запись, но то, что вы видели, видели. Так, сохранение, кстати, прошло. Ах ты ж, блин, кабанело. А туда я уже не допрыгну никак. А тут травы нету. Ты меня убьешь? Вот тут. Да. Хорошо. А что ты мне предлагаешь делать тогда? Ты меня так увидишь? Да. Прыгай! До свидания. Окей, это сработало. Я же говорю, что нужно пока что еще привыкнуть к механикам игры. Насколько оно все быстро происходит, насколько... Да! Это я вот его тушу должен туда дотащить. А извините, пожалуйста, как оно тащит тушу кабана? Никто не потрудится мне это объяснить. То есть, ну, полурассохшиеся деревяшки. Ладно, это могу сказать, что это какой-то игровой момент. У-у-у, погоди, а это что-то интересное. Это я какую-то секретку нашел. Мне это нравится. Назад. Да, секретные эти шрайнс, цветыни. Одна из десяти. Окей, окей. Я надеюсь, я еще ни одной не пропустил. Хотя, кто его знает. Подобные секреточки мне нравятся. Они, кто играл в Реймана, там, на плойке и всякое такое, они знают, что вот, как это... Вообще, тут очень многие механики, смотрите, с высовывающимися вот этими штуками, очень многие вещи взяты как будто из Реймана. Это, ну, это приятно. Хорошие отсылки. Ну, не то, что мы, я не знаю, сколько это отсылки. Может, люди считают, что они сделали самостоятельную игру. А, ладно. А почему это выглядит как арена для босса? кто знает, кто знает. Опа. Так, секунду, ребят. Я просто чекнул сейчас, сколько времени у нас прошло на запись, потому что я останавливал пару раз, у меня получается, что запись идет кусочками и... Надо спасать зверька. Долго она, кстати, очухивается после подобных... Да нажал же, я нажал. В ту сторону смотри. Я могу закрыть? чтобы уже никто не попался. Давайте. А, да? Это тоже будет часть загадки? Имахана. Мне нужно подвинуть эту фигню. Ладно, пока... А, это она подвинута максимально. Значит, мне надо раскрыть. запрыгнуть на нее, а с нее уже запрыгнуть. Я долечу. Ладно, надо привыкать к здешним расстояниям, они прям очень неочевидны иногда бывают. Сохраняшка прошла. Ладно, ребят, давайте тогда сделаем так. Полчасика нам вполне достаточно пока что для первого взгляда. Прошла сохраняшка, мне, по идее, должно бы стартануть с этого момента. Следующий раз я приду с геймпадом. Я буду готов, мы вооружимся и продолжим. Пока что спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем молодушек, всем покеда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok